Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это самый древний праздник в мире. Пожалуйста, оставайтесь с нами и не пропустите этот важный выпуск. Передо мной находятся различные вещи, которые мы будем использовать в этом мессианском Седере. Слово Седер знакомо одним, но для других может быть новым. Седер – это порядок того, что мы будем делать. То есть Седер означает порядок. А книга, которую мы используем, чтобы придерживаться этого порядка, называется «Хагда». И означает повествование, потому что самый важный момент во всем пасхальном Седере – это история о том, как Бог освободил свой народ своей могущественной и простертой рукой. И как Бог освободил из ираилитян из египетского рабства три с половиной тысячи лет назад. Так Он все еще освобождает своих детей через Иисуса и Иешуаха Машеаха. Помните, Иисус сказал, «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Пасха – это празднование свободы и освобождения. В послании к Коринфянам Павел сказал, что все, что записано в еврейском писании, было написано не только для израилитян, с которыми произошли все эти события, но и для нас с вами, живущих сегодня в последнее время. Поэтому, читая о событиях, произошедших с Израилем, и о могущественном освобождении, мы должны понимать, что то же искупление, которое Господь сделал для Израиля, Он делает для нас сегодня. И теперь, когда будете размышлять о Пасхе, не забывайте о том, что та же истина об искуплении, о которой мы читаем в книге «Исход», содержится в Евангелии Господа Иисуса. Скажу так, истинной искуплением, которую мы видим в книге «Исход», была Евангелием Иисуса в примитивной форме. Подумайте, центральным элементом Пасхи, согласно книге «Исход», был агнец без пятна и порока. Израилетяне получили повеление от своего бога Яхва взять агнца. Он должен был быть без изъяна. Они должны были убить этого агнца. Это не было так, что отец выводил ягненка за дом и убивал его там, чтобы остальные члены семьи не видели этого. Нет, все было совсем не так. Бог сказал, что все должны принять участие в заклании того невинного агнца. Также хочу заметить, что этот агнец становился частью семьи, потому что он должен был прожить с ними несколько дней перед тем, как они его убивали. Речь идет о личных отношениях. Затем кровью этого агнца помазывали косяки дверей дома. «Господь сказал, я принесу суд в Египет, но я пройду мимо тех домов, чьи двери будут помазаны кровью». А теперь подумайте о том, что я только что сказал. Евангелие, которое проповедовал Иисус, было открыто еще в книге «Исход», но только в более примитивной форме. Что я имею в виду? Иисус — это агнец Божий, который взял на себя весь грех мира. Его кровь была пролита, чтобы мы были прощены и искуплены. Такой же была роль и древнего пасхального агнца. Поэтому вы можете применить это и к себе. В книге «Откровения» Иисуса сравнивают с разными существами. Но больше всего он отождествлен там с агнцем Божиим. Вот почему в книге «Откровения» более 29 раз Иисус назван агнцем Божиим. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу уместности того, о чем я сейчас говорю, то я хочу обратить ваше особенное внимание на слова Павла в первом послании к Коринфянам. Это пятая глава, седьмой стих. Павел пишет там, что Иисус стал нашей Пасхой. Но куда уж яснее, наша Пасха — это Христос. А затем он продолжает. Павел писал это христианам. И вот что он говорит, посему станем праздновать. Поэтому добро пожаловать на праздник. Мы отмечаем его, чтобы почтить нашего Царя Иисуса. Обратите внимание на вино или на виноградный сок. Из этой чаши мы традиционно пьем четыре раза. Я хочу подчеркнуть, что мы пьем из нее не два и не три раза, а именно четыре. И для этого есть очень важная причина. Причина в том, что в шестой главе книги Исход мы читаем о четырех выражениях Божьей руки в освобождении его народа из ираилитян. Я буду показывать вам четыре выражения Божьего спасения. Господь говорит так. «Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян». Или из-под их бремени. Во-первых, Бог выведет нас из-под бремени. Разве это не прекрасно? Если вы сейчас отягощены чем-то, то не должны оставаться в этом положении навечно. Давайте вместе прочтем Книгу Исход, шестую главу, шестой стих, а за ним и седьмой. Запомните, если вам тяжело, это не ваша судьба. Потому что Бог пришел в этот мир в лице своего сына Иешуа, чтобы освободить нас от нашего бремени. Что сказал Иешуа? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Просто придите ко мне», — говорит Иисус. «Приблизьтесь ко мне. Я знаю, что вы жаждете, и я не откажу вам в воде. Я знаю обо всех ваших слезах, которые вы проливаете ночью. Я пришел, чтобы напомнить вам, что я умер за ваши слезы. Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Господь говорит так, «Я избавлю вас от рабства их. Я дам вам свободу». Мое любимое местописание — это то, где Иисус говорит, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Наш Бог — Бог Свобода. И через Иешуа мы можем войти в полную свободу. Это происходит по чуть-чуть, а не все и сразу. Мы продвигаемся все дальше и дальше, и становимся все свободнее и свободнее. Но придет время, когда мы будем по-настоящему свободны. Затем Господь говорит, «И спасу, или искуплю вас мышцей простертой». Это все еще Исход, 6 глава, 6 стих. Слово «искупление» означает «выкупить что-то назад». Господь вернул себе Израиля. Вы можете искупить лишь то, что однажды было потеряно. Господь искупил Израиль кровью агнца, и таким же образом Он искупил вас. Он выкупил вас из рабства сатаны, из рабства ха-сатана, или дьявола, через кровь Иешуа Хамашеха. А в Исходе, 6 главе, 7 стихе, мы читаем о четвертом символе нашего искупления, который связан с четырьмя стаканами вина, или виноградного сока. Мы читаем, «И приму вас себе в народ». Господь говорит, «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш. Я возьму вас к себе, и вы узнаете, что я ваш Бог». Я сразу же почувствовал Божью любовь, когда прочитал эти замечательные слова. Удивительно. Итак, мы берем первую чашу вина. Она называется «Кедуш», чаша освящения. И провозглашаем святость этого дня. Я хочу, чтобы вы теперь повторяли за мной. Благословен ты, Господь наш Бог. Бог, Царь Вселенной, даровавший нам плод виноградной лазы. Мы славим тебя, Отец. Возлюбленные, сейчас время празднования Пасхи. Когда Иисус сказал Своим ученикам, «Это моя кровь, кровь Нового Завета, проливаемая за многих вопрощение грехов». Он имел в виду, что Его жертва принесет окончательное прощение и свободу от угнетения. Давайте праздновать любовь Отца, которая открылась нам через праздник Пасхи. Он принес Своего Сына как особую жертву. Поэтому давайте и мы принесем особую жертву в это время. В 16 главе Второзакония Бог сказал Своему народу не приходить к Нему с пустыми руками. Бог знает, что нам нужно пойти на жертвы, как и Он пожертвовал Своим Сыном ради нас. Ваш особый дар, ваша жертва, как партнера нашего служения, помогает нам делиться пасхальной историей о надежде и свете с этим погибающим миром. А мы продолжаем сегодняшнюю программу. Во время Седера я дважды помою руки. Оба эти омовения церемониальные. Первое омовение обычное. Его делают все евреи перед каждым приемом пищи. Позже я помою руки второй раз. И этот раз будет напрямую связан с пасхальным Седером и будет символизировать нечто очень важное, что имеет огромное значение для вашей веры в Мессию Иисуса. Но перед вторым омовением я хотел бы отдать дань традиции и помыть свои руки, чтобы приготовиться к приему пищи. Тогда руки будут чистыми, и я смогу прикасаться к этой еде. Итак, давайте начнем. Теперь, когда мои руки чисты, я возьму первый элемент пасхального Седера. Это петрушка или карпас. В древние времена ее чаще всего ели перед едой, но на Пасху это имеет особенное значение. Я возьму петрушку и буду макать ее в миску с соленой водой. Обратите внимание, что вода именно соленая. Соленая вода символизирует черное или Красное море, которое Бог сверхъестественным образом разделил для Израиля. Итак, я макну эту петрушку в соленую воду, которая символизирует собой Красное море. Я окуну ее один раз. Она символизирует Израиль, который когда-то был молодым и зеленым. Выйдя из Египта, они родились как новый народ. Затем я окуну ее во второй раз. Второй раз символизирует Египет, который последовал за Израилем в море. Я макаю ее еще раз за Египет, который последовал за ними в море. Но что произошло? Море поднялось и поглотило египтян целиком и полностью. Удивительно. Поблагодарите Бога за то, что Он защищает вас и спасает вас от ваших врагов. Он действительно это делает. А здесь у меня специальная салфетка, которую мы называем Афи Комен. Эта салфетка состоит из трех кармашков. Вот один кармашек. Смотрите. Вот второй кармашек со вторым куском мацы, а также третий кармашек с третьим куском мацы. Это весьма таинственный элемент седра. Есть очень много версий того, откуда появилась эта таинственная традиция или обычай. Но вот как это работает. В какой-то момент пасхального ужина средний кусок мацы, напоминаю, что их тут три, первый, второй и третий. Итак, средний кусок мацы из среднего кармашка убирают. Обратите внимание, что на маце есть полосы, как и спина Иисуса. была исполосована по литьми. Также она имеет дырочки. Руки и ноги Иисуса были пронзены, а также копье пронзило его бок. А затем этот кусок мацы ломают. Напоминаю, что евреи по всему миру делают это уже сотни лет. половина возвращается обратно в салфетку афикомен, вторую половину заворачивают в ткань, а именно в белое полотно. Многие из вас знают, что евреев хоронят в обычном белом полотне. Это погребальные одежды. Затем этот кусок мацы, завернутый в ткань, прячут. Сейчас я тоже его спрячу, хотя знаю, что вы все увидите. Но в традиционном седере мы прячем его где-то в доме, под диваном, под подушкой или под каким-то предметом мебели. Сейчас я его спрячу, а позже мы вернемся к нему. Я объясню вам, в чем смысл этого таинственного ритуала. А теперь я еще раз возьму мацу. Взгляните на эту мацу. Это символ несчастий и бедности. Это хлеб, который ели наши предки, будучи рабами в Египте. Мы вспоминаем сегодня все их тяготы и жестокость, которую они претерпели. А сейчас, друзья мои, мы переходим к рассказу пасхальной истории. Помните, я говорил вам, что книга, которая помогает нам в проведении Седера, называется Хаггаде. Самая важная ее часть это рассказ пасхальной истории. Перед началом повествования мы поем определенную песню, за которой следуют четыре вопроса. Сейчас я буду петь эту песню и прошу вас внимательно слушать ее слова, позже я объясню вам, что они означают. Песня звучит так. Это означает, чем эта ночь отличается, чем ночь празднования Пасхи отличается от всех остальных ночей. А в одном из куплетов звучат четыре вопроса. Почему мы едим только мацу? Почему мы макаем? Почему именно горькие травы? И почему мы расслаблены и возлежим как цари? Здесь вы видите подушку. Подушка это часть седера. Так мы отмечаем тот факт, что мы больше не в рабстве. Теперь мы свободны. Бог Отец освободил нас. Яхве освободил нас. И теперь мы отмечаем эту свободу, расслабляясь на подушке во славу Господа. Аллилуйя. Как цари. Я мог бы многое рассказать вам о Пасхе. Так же, как Бог избрал Израиль, Он избрал вас. Библия говорит, что Бог избрал Израиль не потому, что они были лучше других людей. Он избрал их, потому что любил их. А вы знали, мой дорогой друг, что Бог избрал вас. Вы приняли Иисуса и полюбили Его не случайно. Это произошло потому, что Он прежде полюбил вас. Иисус сказал, не вы избрали Меня, а Я избрал вас. Библия говорит, что мы любим Его, потому что Он прежде полюбил нас. Господь сделал Израиль Своим народом. И среди всех людей на земле, те, кто знают и любят Иисуса Христа, также избраны им. Да, вот почему вы любите Его. Сила Духа Божьего активирована в вашей жизни. Павел писал, что Бог избрал вас еще до основания мира. Так радостно, дорогие, что смысл Пасхи не только в том, что Бог сделал для Израиля три с половиной тысячи лет назад, но и в том, что Иисус делает в наших жизнях сегодня. В следующем выпуске мы еще детальнее разберем Седр, и я покажу вам, как все это касается вас лично. До встречи. Пасха это очень радостное время, потому что мы празднуем свободу и освобождение. Евреи в это время приветствуют друг друга словами «Хак Самея», что значит «счастливых праздников». Когда мы читаем о том, как Пасху отмечали в библейские времена, то видим, что во второй книге Паралипомином, 35-й главе, люди приносили в храм огромные приношения. Так они благодарили Бога. Я хочу предложить и вам принести Богу особое приношение как символ вашей любви к Нему и благодарность за все, что Он сделал для вас. В Древнем Израиле люди приносили деньги в храм. А я хочу обратиться к вам. Если это служение питает и благословляет вас, то принесите Богу особое пожертвование для служения, узнавая еврейского Иисуса. Спасибо вам и шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Мы хотели бы помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Наша молитвенная команда собирается каждый понедельник, чтобы молиться за все молитвенные просьбы. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение «Узнавай еврейского Иисуса», то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Мы также хотим поблагодарить вас за ваши молитвы и финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога. Субтитры Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон «Произносите это благословение на мой народ и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...